Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Вратила Светлана Викторовна. Я буду сегодня вести вебинар. И хотела бы узнать, видно ли меня, слышно ли меня. Пожалуйста, отметьте, зарегистрируйтесь, отметьте свое присутствие плюсиками. Я вижу, что некоторые уже отметили, то есть они меня видят и слышат. И я думаю, что мы можем уже начинать наш вебинар. Тему вы видите на экране. Я бы хотела представить свой опыт духовно-нравственного становления обучающихся на основе приобщения к семейно-родовой истории. И в первую очередь хотела бы обратиться к плану нашего сегодняшнего вебинара. Он достаточно обширный. В первую очередь я хотела бы немножко остановиться на истоках опыта, который составляет почти 20 лет. Затем потом остановиться на нескольких моделях, которые за это время были разработаны. Но в центре внимания будет вторая модель, как наиболее такая основательная. И она в большей степени разработана и может быть более интересна для большей категории наших педагогов. Конечно, хотелось бы остановиться на моделировании педагогических ситуаций, потому что именно на них держится воспитательная система, предлагаемая мной. Ну и, естественно, конечно, немного поговорить о диагностике эффективности тех моделей, которые предлагаются. Вот достаточно обширный такой у нас план работы. Я надеюсь, что мы успешно реализуем эту программу. Остановимся на первом вопросе, истоке опыта. Большая часть моей профессиональной жизни связана с историко-клиническим отделом муниципального учреждения дополнительного образования города Волгограда, Десканурского центра. В это время, когда я пришла в Десканурский центр, как раз создавалась городская экспериментальная клиническая программа. И я как раз ввелась в эту очень интересную работу. Миссией программы в целом была разработка, апробация и внедрение эффективных моделей патриотического воспитания на основе клинических знаний. И нужно сказать, что это достаточно была такая разнонаправленная деятельность, потому что в городской экспериментальной клинической программе были представлены разные направления. И такие традиционные направления, как историческое клиневидение, военная история края, литературное клиневидение, естественно, географическое клиневидение. Но в ряду с этим появились и совершенно новые области в клиневидении, такие как история религии края. И самое главное направление – это генеалогическое клиневидение. Как раз я и была руководителем этого обучания, как мы называли наши направления. Но система устроена была таким образом, что вот те идеи, которые мы предлагали и разрабатывали, мы передавали и опирались в своей работе на лабораторов. Это были заинтересованные учителя общеобразовательных учреждений в нашем городе и педагоги дополнительного образования. Несколько слов, конечно, нужно сказать о генеалогическом направлении и вообще о генеалогии в отечественном образовании. Нужно сказать, что в дореволюционной России наши сограждане хорошо знали историю своих бредков, но в образовательном пространстве все-таки генеалогическое знание не было никак представлено, потому что генеалогические культурные традиции передавались через семейные традиции и основаны были на национальных и конфессиональных традициях и историях. Вот если говорить об образовательной сфере, то генеалогия начала развиваться как наука еще в XVIII веке, но полноценный курс по генеалогии был представлен только в начале XX века, он был разработан в 1906 году для Московского археологического университета. Вообще нужно сказать, что в начале XX века общество стало очень глубоко интересоваться генеалогией, и генеалогией не только традиционно элиты общества, но и генеалогией разных сословий. Именно в это время, в конце XIX, в начале XX века образовались первые генеалогические общества. И это тоже способствовало тому, что идеи генеалогии стали активно обсуждаться в том числе и среди философов, и педагогов. В частности, например, в начале XX века к идеям педагогики Рода очень близко подошел отец Павел Творинский, но, к сожалению, его идеи были на долгие годы, можно сказать, даже на долгие десятилетия преданы забвению, потому что случилась Октябрьская революция. Сам он был репрессирован, и многие его работы, к сожалению, были недоступны для российской общественности. Конечно, ситуация очень сильно изменилась в отношении генеалогии, соцсетической революции, как я сказала. Вот в советское время очень многие генеалогические практики, которые реализовывались через семейные традиции, были утрачены. Почему так произошло? Наверное, очень многие знают из курса истории, что в это время произошла ревизия значительная в идеологическом плане. И основной идеей была идея уничтожения старой культуры и насаждения новой пролетарской классовой культуры. И вот, к сожалению, генеалогия оказалась среди тех дисциплин, которые были признаны социальными чуждами, классовыми чуждами. И в семьях очень часто люди вынуждены были либо официально отказываться от своих фамилий и даже делали сообщения об этом в газетах. Это были представители, это были потолки священнических родов, были представители дворянства, бургазии, купечества. Те, которые не смогли иммигрировать, очень часто вынуждены были отказываться от своих родовых корней. И, меняя фамилии, меняя свое социальное происхождение, придавая его забвению, конечно же, не передавали сведения об истории своих семей новым поколениям. Поэтому, конечно, в генеалогической культуре у нас очень много было утрачено. Хотя следует сказать, что все-таки генеалогия как наука продолжала существовать. И в образовательных пространствах вузов все-таки генеалогия присутствовала в программах исторических факультетов университета. Но это было очень незначительно представлено. Я, например, в 80-е годы заканчивала наш педагогический институт, исторический факультет. И я, конечно, знала о том, что существует такая вспомогательная историческая дисциплина, как генеалогия. Но практически мы, мы студенты, этой тематикой не занимались, к сожалению. Вот все изменилось, конечно, в 90-е годы. И не случайно эти годы называют генеалогическим бомбом. Связано это было, конечно, с перестройками. В этот момент были пересмотрены многие события реалии, дореволюционные истории. И, конечно же, изменилось отношение и к генеалогии. Общество осознало, что оно потеряло очень большой пласт культуры и очень большой пласт, который имеет очень большой потенциал воспитателей. Именно в 90-е годы стали будут рождаться генеалогические общества. И можно сказать, что и у нас в городе, в Волгограде, тоже существует генеалогическое общество. Оно называется Царицынское генеалогическое общество. Оно имеет свой сайт, на котором размещено очень много полезной и интересной информации по истории и генеалогии Нижнего Павлача. Вот в этот момент, как раз в 90-е годы, очень активно стали издаваться книги по генеалогии, появились периодические издания. Нужно сказать, что и наше Царицынское генеалогическое общество тоже издает свой сборник. Я даже его вот один экземпляр принесла и в списке литературы тоже вы можете посмотреть. Очень интересный сборник. Ежегодно он выпускается. Один-два выпуска обязательно выпускаются. Ну и, естественно, конечно, педагогическая общественность обратилась к проблемам генеалогии. В 90-е годы появились первые программы дополнительного образования, первые факультативные и элективные курсы. Именно в это время как раз и в рамках нашей городской экспериментальной проявительской программы появилось направление генеалогическое проявление. Нужно сказать, что создавалась вот эта программа можно сказать с нуля, потому что опереться практически было не на что. И даже литературы по генеалогии было мало, потому что если она издавалась, то она издавалась с малыми циражами. И даже вот просто получить в руки многие издания представлялось сложно. Я, например, очень благодарна тем людям, которые помогли мне приобрести такую литературу и провели для меня первые консультации по генеалогии. Это был Иван Григорьевич Тимин, который преподавал в Болгоградском государственном университете генеалогии. И вот всегда вспоминаю его с большой благодарностью, потому что он располагал значительные библиотечки генеалогические, которые помогли мне определиться и развить вот это направление генеалогическое проявление. Вот самая первая модель, о которой мы будем говорить, она апеллировала подновательным в первую очередь интересам наших подростков. мы шли от того, что генеалогия не является центром занимания для наших подростков, и поэтому самая главная задача была сделать генеалогическое знание интересно. Поэтому мы как раз обращались и считали, что легче всего нам нужно, легче будет к сознанию ребенка достучаться через обращение к познавательному интересу. Поэтому и первая модель наша называлась через познавательный интерес, накопление специального знания к самостоятельному генеалогическому поиску. Вот эта модель состояла из трех этапов. Если внимательно просмотреть содержание, то мы обратим внимание на то, что большинство мероприятий, которые входят в эту программу, они основаны на игровых технологиях это не случайно, именно потому, что мы обращались именно к познавательному интересу и хотели через познавательный интерес обратиться к сознанию наших детей. На стартовом этапе, нужно сказать, что стартовый этап всегда проводился на базах школы, благодаря нашим модераторам. В первую очередь мы проводили стартовую анкету. Вот это скажу, что стартовую анкету, о которой сейчас пойдет речь, я поместила полном объеме, мне кажется, что она очень удобная, и мы сейчас уже много лет используем для нее. Идею я взяла у московского методиста Натальи Анатольевны сжимлятами. Она разработала небольшую анкету. Я добавила еще четыре вопроса, и, как мне кажется, она станет более интересной. В чем заключается это анкетирование, на что оно направлено? Пять вопросов из этой анкеты, один из которых я здесь поместила, для того, чтобы показать, как это работает. Ну, собственно говоря, все вопросы, они построены на этом же принципе. Первый вопрос звучит так, знаешь ли, ты полный имена, отчество, фамилии твоих дедушек. И здесь следуют ответы. Уверенный, да, конечно, я знаю, и дети называют конкретно. Неуверенный ответ, кажется, я знаю, и кажется, так зовут, это неполные ответы, или совсем не знаю. Вот таких вопросов все, они касаются имен прабабушек, знания происхождения фамилии, то есть конкретных знаний, что знают дети по истории своей семьи. А вот они нацелены на то, чтобы выявить вот складывающиеся в процессе ответов на вопросы на анкету отношения, как они воспринимают вот ту тему, которую мы им предлагали. И здесь дети тоже выбирают, вот здесь возможность выбрать три ответа, это А, который показывает заинтересованность в этой теме, Б, ну, в общем-то, интересно, но в то же время сомнение относительно того, что я могу вот этой темой заниматься. Ну, и В, отрицательное вообще отношение к этому. Анкета, это интересно тем, что она позволяет сразу же провести вот такой экспресс-анализ, потому что дети сами оценивают результаты своего анкетирования. То есть за вопрос А они получают 10 баллов, за ответ В, они получают 5 баллов, ну, и за ответ В, они получают 0 баллов. И когда они подсчитывают собственные баллы, они могут тут же сразу и оценить себя. Если они, например, набрали от 0 до 30 баллов, то мы со вздохом говорим, что, ну, к сожалению, вас можно назвать и вороной, и волнящей родства, и ребята, с этим надо что-то делать. То есть мы мотивируем их на участие в нашей программе. Если они набрали от 30 до 60 баллов, мы говорим, что это здорово, что вы интересуетесь историей, но на самом деле вы знаете далеко не все, и вам есть чем заняться. Тоже мотивируем. И, наконец, последнее, от 60 до 90 баллов. Мы очень хвалим этим детей, вы молодцы, большие молодцы, но принципиально закончить изучение истории своей семьи, истории своего рода просто невозможно, потому что она всегда развивается, и есть с чем заниматься и в группе, и в шипе, и в перспективе. И поэтому всех детей, которые проходят через это анкетирование, мы, конечно, приглашаем не дальше принимать участие в нашей программе. Вот эта анкета очень интересна и полезна тем, что мы сразу выходим на разговор с детьми, мы можем обобщить результаты анкетирования по нескольким классам, даже по нескольким школам, и можем предложить детям интересные мероприятия, беседы на эти темы, диспуты, на эти темы неоднократно проводились. И кроме того, мы с результатами вот этого анкетирования очень часто выходим на родители, на родительские собрания. И здесь мы уже, естественно, конечно, опираемся на помощь родителей, потому что в деле приобщения к семейной родовой истории это очень важно, потому что если родители по какой-то причине не хотят, чтобы дети занимались этой тематикой, то, естественно, это станет просто невозможным. вот эта анкета была разработана в 90-е годы и активно используется и в настоящее время, поэтому я всем ее рекомендую. Вот на стартовом этапе, опять же, на уровне школы мы проводим так называемые игры-экспромты среди обучающихся. Это игры «Словоородий», «Древо жизни», еще ряд игр мы проводили. они отличаются тем, что игры не предполагают предварительную подготовку детей, они экспромтны для детей, но, конечно, не экспромтны для организаторов. Это игры, которые по содержанию можно назвать опорогенеалогическими, потому что в процессе этих игр они практически не получают знаний по генеалогии, но эти этапы игры по содержанию таковы, что они позволяют нам поговорить о значимости, заострить внимание детей на вопрос значимости семейно-рудовой истории, вообще памяти о человеке, памяти о роде, истории, значимости истории в жизни человека. Ну вот, с правой стороны вы видите фотографию, на которой можно прочитать из разы отдельно слов, как дети у нас собирают отдельные выражения, человек не умирает до тех пор, пока его знавшие живут. Ну здесь немножечко дети не совсем справились с порядком слов, но смысл они, конечно, поняли. То есть на уровне этого этапа игры мы говорим о том, о значимости памяти о человеке. И человек, когда занимается историей своей семьи, он оставляет память не только о своих предках, которых он любил, которых он знал, о которых даже не знал, но оставляет добрую память и о себе, потому что это для человека тоже значимо. Ну вот, кроме игр, адресованных детям, в программе нашей еще используются стартовые игры экспромты для обучающихся и старших родственников. Ну вот, как правило, нужно сказать, что родители не очень охотно выходят почему-то на эти игры, но в начальной школе может быть где-то проще, но так как наша программа в большей степени адресована подросткам, то уже родители как-то меньше, наверное, ну, спровождают родителей вот в школьных этих программах и как-то неохотно идут на эти игры, но вот опыт показывает, когда родители все-таки приходят и включаются в эти игры, то они иной раз увлекаются гораздо даже интереснее и активнее, чем их дети. И тогда они становятся действительно очень большими помощниками в деле приобщения детей с ними на родовой истории, потому что это становится их общим делом. Ну вот, говоря о подготовительном этапе, я еще раз подчеркну, что он приходит у нас на базе школ, потому что это все игры, которые требовали такой камерной обстановки и непосредственно в общении с детьми. А вот уже на подготовительном этапе мы приглашаем детей на интеллектуальные игры, и они уже требуют тематических консультаций, потому что это, собственно, генеалогические как правильные игры. Я вам здесь назвала две игры, лизитация и я исследователь. Это игры, где действительно дети в процессе подготовки на специальных консультациях в ходе знакомства со специальной литературой знакомятся с азами генеалогии и затем потом показывают свои знания на этапных играх. Ну вот здесь можно наблюдать, что дети достаточно заинтересованно включаются в эту игру. На подготовительном этапе мы предлагаем детям еще одно очень важное мероприятие Краевическую олимпиаду. Краевическая олимпиада проводилась у нас соответственно по разным направлениям, о которых я говорила, но в рамках моего направления это была секция родословия. Специфика заданий заключается здесь в том, что дети должны показать не только теоретические знания, но и показать некоторые практические навыки и где-то их даже отработать, потому что на Краевической олимпиаде в секции родословия дети сталкивались с заданиями, связанными с такой группой, публиксом документов по семейно-родовой истории. И на основании этих документов они должны были составить родословную, они составляют родословную, это продолжающиеся у нас мероприятия, ежегодно мы проводим и сейчас, и они должны составить небольшой родословный сюжет. Конечно, они работают с чужой генеалоги, но они получают здесь очень хороший навык. Ну и далее, пройдя через вот серию мероприятий стартовой и подготовительной этапы, дети выходят на нас, это самое главное, куда мы их зовем, это городской конкурс исследовательских родословий генеалоги и семейные литропейсицы. Это традиционные мероприятия, которые существуют и сейчас в нашей практике в этом учебном году, вернее, который будет учебный год, будет этот конкурс проводиться у нас в 19-й раз. Проводится этот конкурс как научно-трактическая конференция, но, конечно, изюльку ей придает особенные семейно-родовые артефакты, конечно, родословные древа, которые дети с большой любовью оформляют и с удовольствием их показывают, что свидетельствует о том, что они действительно глубоко увлечены этой темой, которую мы им предложили. Я рассказала о первой модели и мы были очень увлечены и получили, конечно, массу положительных отзывов на вот эту систему воспитательную. Но вместе с тем, анализируя собственную деятельность, мы поняли, что опираясь главным образом на познавательные какие-то игровые технологии, мы, к сожалению, в процессе движения к главному своему мероприятию, главной нашей цели, которая, в общем, для нас самоцелью является даже, чтобы дети включились в практическую деятельность по генеалогии, мы теряем часть детей. То есть они так и остаются на уровне игровых технологий, они не выходят на учебные исследовательские работы, но и анализируем учебно-исследовательские работы. Мы поняли, что далеко не все дети умеют по-настоящему, как исследователи, собирать семейные родовые артефакты, и даже если они их собирают, то они не всегда глубоко их изучают и описывают. То есть мы поняли, что здесь есть над чем работать и задумывались о том, как совершенствовать нашу систему. И вот в момент, когда я как раз размышляла о том, что сделать для того, чтобы наша работа была более эффективной, я встретилась с руководителем, который оказал очень большим влиянием на последующую педагогическую малопрактику Александр Николаевич Кузейбецкий, профессор Александр Николаевич Кузейбецкий. Вот он обратил мое внимание на то, что необходимо обратиться к теоретическим вопросам, рассмотреть семейно-родовую историю как феномен, обратиться к работам философов, социологов, психологов, педагогов, что я и сделала. Я в качестве дополнительного материала поместила список литературы. Я сейчас не буду останавливаться на литературе. На данном слайде вы видите наиболее значимые фамилии в рамках вот этой работы, которая была проделана. В процессе работы с литературой и размышления над структурой ценностного отношения к истории своего рода как часть истории Отечества, потому что наша основная цель патриотического воспитания, она, конечно же, осталась, поэтому мы и рассматривали историю робот как часть истории Отечества, потому что именно в этом контексте и формируются патриотические черты, по нашему мнению. И вот мы выделили три компонента. Коменитивный, то есть знаниевый, коннотативный, то есть ценностно-отношенческий, поведенческий, то есть связанный с деятельностью. Рассматривая вот эту структуру, мы выделили функции, которые выполняет каждый из этих компонентов. Коменитивный, естественно, это информативная функция, фиксирующая, обобщающая, систематизирующая. Коннотативная отвечает за ценностно-императивную, является ценностно-императивной, выполняет функцию и способствует осмысливанию знаний, генеалогии как ценностей. и в последующем, вырабатывая определенные оценки, влияет уже на поведенческий компонент, когда ребенок уже целостными своими ориентациями, связанными с генеалогическим знанием, выстраивает свою жизненную позицию, выстраивает свой жизненный путь в известной степени. Вот наши размышления помогли составить такую достаточно подробную схему структурно-моциональной модели ценностного отношения к истории рода как часть истории Отечества. Я тоже поместила ее отдельным слайдом, вернее, отдельным файлом для того, чтобы более детально можно было к последующим нашим служителям познакомиться. Потому что, как мне кажется, что здесь на экране не все хорошо читается, но здесь я бы обратила внимание на то, что мы идем в развитии со своими детьми от представлений о роде как о ценности к идеям о преемственности поколений, об ответственности каждого человека за историю своего рода, за продолжение своего рода, за развитие своего рода. Только в этом случае и может человек выстраивать свою жизненную позицию, руководствуясь именно генеалогическим знанием. Вот, исходя из этого, мы строили модель процесса духовного нравственного становления подростков на основе семейно-родовой истории. Мы для себя определили, что для нас очень важно, чтобы ребенок получил прочные знания по генеалогии, по методике генеалогического поиска, чтобы он осмыслил генеалогические знания как ценность в историческом контексте, в контексте истории края и истории страны и понимал, как это знание поможет ему в жизни осознать свои духовные качества, осознать свой дар, свое предназначение. на основе вот этих размышлений была сформулирована вторая модель, сформирована вторая модель уже через проектную деятельность к самостоятельному генеалогическому поиску. Основным мероприятием первого года, а это уже была двухгодичная, в отличие от первой модели системы, мы предложили новый конкурс, который называется родословный проект. Это конкурс творческих работ. Конечно, это не единственное мероприятие, которое у нас проводится в первый год, но оно основное. Вспомогательными мероприятиями остаются, конечно, анкетирование, о котором я уже говорила, и игры, но они носят исключительно вспомогательный характер. А вот следующий год, когда дети проходят через родословный проект, мы приглашаем на традиционный конкурс семейный летописец. Он тоже проводится при поддержке ряда воспитательных мероприятий, которые были наработаны в рамках первой модели нашей. Говоря о проектной модели, мы задумывались о том, что необходимо обязательно разработать технологию. Наш опыт должен быть технологичным для того, чтобы мы могли активно внедрять, потому что, как я уже говорила, мы действуем через модераторов, заинтересованных педагогов в образовательных учреждениях. Исходили мы из того, что дети должны получить такую технологию, чтобы легко они осваивали методику генеалогического поиска и освоили основные культурные практики генеалогические. Это построение родословного древа, это оформление карт миграции предков и оформление генеалогического досье. При этом это должны быть практики построены таким образом, чтобы у детей было возможно обретение опыта ценностного отношения. Поэтому в качестве отчетной творческой формы мы выбрали два жанра. Жанр эссе, он преобладающий, и жанр почерка. Исходя из этого мы и строили вот эту самую нашу систему. Сейчас погружается слайд. Вот он загрузился. На этом слайде мы видим основное методическое сопровождение городского конкурса творческих работ генеалоги и родословный проект. Ими стали электронные презентации. Мы их выбрали потому, что они позволяют нам очень активно дистанционно работать с разными группами заинтересованных лиц. С педагогами, с обучающимися города и со старшими родственниками, обучающимися, потенциальными участниками нашей программы. В конечном итоге, как в любом проекте, должен быть конечный продукт. Дети должны были составить восходящее родословие, комплекс творческих работ, это ряд тематических эссе, карта миграции, о которой я говорила, и конечное генеалогическое досье. Вот каждая из электронных презентаций была посвящена методике выполнения той или иной творческой работы. Например, ази генеалогика священа видом родословия и методике генеалогического поиска. Карта географии рода посвящена такой практике составления карты миграции предков и, естественно, конечно, наполняется эссе как необходимым обязательным элементом творческой работы. В конечном счете дети получают комплекс творческих работ по генеалогии, посвященной равным страницам истории рода. На этом слайде вы видите, что часть названия презентации заключена в жирной ава, а часть в турке ава. Почему? Потому что мы решили, что дети двигаются к познанию генеалогическим с разной степенью, с разной скоростью. они по-разному воспринимают генеалогическую информацию, темпы поиска бывают разные, и поэтому мы решили, что мы ограничим круг обязательных творческих работ пятью позиций, которые являются самыми главными. А это видородословие, география рода, семейная патахроника, потому что в рамках этого раздела здесь знакомится с фотографией, как с источником историко-генеалогическим, конечно же, генеалогическое досье, потому что это источники по генеалогии, это очень важно, и биографический очерк, потому что практически любая генеалогия состоит из связанных биографических сюжетов. А вот остальные презентации являются факультативными. Нужно сказать, что в процессе работы дети выполняют работы разные, и когда подводятся итоги, подводятся итоги по основным отдельно номинациями, и отдельно подводятся итоги вот тех необязательных номинациях. То есть у детей есть возможность выбора. Система работаем с электронными презентациями такова. Я, как инициатор и координатор работы конкуса, разрабатываю методическое сопровождение, работаю с педагогами, встречаемся мы в течение полугода один раз в месяц, и на каждой встрече мы обсуждали две-три презентации. Далее потом уже педагог-мидератор транслирует методическое сопровождение работает, консультирует обучающихся, старших родственников. Ну и, соответственно, школьный конкурсант тоже работает с этими презентациями, включая родственников своих, и старших, и младших в этот процесс. Кроме того, есть еще и обратная связь. Можно получить консультацию соответственно и у меня, как инициатора, координатора конкурса. На консультацию приходили и дети, и родители, и педагоги, на дополнительные индивидуальные консультирования подходили. Это очень важно, когда существуют вот такие вот встречные потоки. Это очень хорошо, когда возникают еще дополнительные какие-то вопросы и желание обсудить дополнительно конкретные сюжеты. Если говорить о структуре электронной презентации, то она включает три позиции. Это теоретическая информация, практику и задание. Теоретическая информация дает основы знаний, они очень небольшие, очень маконичные, но очень важно для того, чтобы понять, вот ребенок действительно включился, он освоил, он понял, что он должен делать. мы можем по небольшому практику. Ну и потом задание должно быть очень четко сформулировано, это каждый педагог знает. Все это позволяет ребенку сделать оформлений тематический раздел, планки, конечный результат нашего основного этого мероприятия. Я подготовила несколько слайдов, которые показывают вот из влечения из нескольких презентаций обучающих, с которыми дети и педагоги работают. Вот, например, из самой первой презентации о зимеологии здесь представлен слайд, посвященный графическим видам восходящей родословной, стародословной, которую ребенок должен составить. Мы внимательно их рассматриваем, мы говорим о том, что они очень разные, и мы говорим о том, что любая из них может быть избрана ребенком, в зависимости от того, как ему удобно показывать свои семейные родственные связи. Обращаем внимание на то, что независимо от того, какую форму не выбрал ребенок, он должен обязательно руководствоваться правилами, которые существуют в генеалогии. Вот несколько следующих слайдов в этой презентации посвящены как раз правилам построения генеалогического древа. Вот некоторые правила здесь у нас показаны. Показан образец генеалогического древа, генеалогической таблицы и показаны основные правила. Здесь даже человек, который не посвященный методику генеалогического поиска, с первого взгляда поймет, как устроено это родословное древо. Под первым номером внизу мы помещаем человека, на которого мы составляем восходящего родословного, в нашем случае это обучающийся. Затем потом следующее поколение, это поколение родителей, родословное показывается строго по поколению. Все представители поколения как следует из правил находятся на одном уровне. принципиально. Для того, чтобы когда дети рассматривают родословно, кажется, им совершенно естественно даже не о чем говорить. Но когда они доходят до практики, то очень часто эти нехитрые правила сформулированные в генеалогии нарушаются и в результате получается древо, которое очень трудно читать, которое снижает ценность. Вот это можно рассмотреть на примерах и в презентации эти примеры помещены в рамках генеалогического практику. Здесь детям предлагается рассмотреть конкретно составленное родословное древо и обратить внимание на то, что удачно и неудачно. Но с точки зрения того, что удачно, дети восхищаются тем, как древо изображено, что оно такое мощное, что оно показывает силу этого рода, они удачно сразу же в какой-то момент начинают понимать, что они не знают, с какого места эту родословную нужно читать. А здесь, конечно, трудно сориентироваться, потому что здесь не указана нумерация и нарушено поколение. Вот это самое главное, дети должны отметить, показать, сразу видно, что здесь нарушены некоторые правила, и это делает уже родословное плохо читаемое. Вот аналогичная работа проводится в рамках генеалогического практика на следующем слайде. Здесь по-другому составлено родословное, оно в виде схемы здесь поколено. Но вот с первого взгляда понятно, и дети сразу это отмечают, что здесь не все ладно, а что здесь не ладно. Здесь нарушено, во-первых, несколько правил. Ну, во-первых, потому что нарушено поколение, и здесь представляется, можно сказать, генеалогический клубок. И здесь не указана нумерация, здесь не указаны даты жизни представителей этой родословной, что, в общем-то, делает эту родословную слабочитаемой и очень непонятной. Вот, поработав с такими родословными, дети понимают, что придерживаться правил генеалоги необходимо для того, чтобы родословная была читаема всеми заинтересованными лицами, чтобы она была понятна спустя годы. Ну, нужно сказать, что для нас очень важно познакомить детей с азами генеалогии, научить их методики генеалогического поиска и обработки материала. И, конечно, очень важно, о чем мы говорили, о смысле генеалогических знаний в контексте истории, выделить, что отвечает их родословным от других родословных. Поэтому, формулируя, например, разные тексты в презентации, мы обязательно красной нитью проводим вот эту самую главную мысль. В частности, например, вот из той же самой первой презентации о задней генеалогии мы говорим о том, что дети должны породить, и обращаем внимание, это выделено красным цветом, на какие-то очень важные такие аспекты. В данном случае мы говорим при составлении родослов, обращаем внимание детей, что при оформлении родословной важно использовать условные знаки. Они есть выработанные генеалоги, но их можно и придумать самими. С помощью этих знаков можно указать особенности своей родословной. И здесь можно подсказать детям, и это обычно делают генеалоги, что именно, на что обратить внимание. Ну, во-первых, можно обратить на социальный статус предков, к какому сословию они принадлежали. Можно обратить внимание на уровень образованности и проследить, как от поколения к поколению менялся образовательный уровень предков. Можно обратить внимание на профессии предков и посмотреть, проследить, была ли преемственность в их роду и по каким линиям это проявлялось. То есть, в любом случае, это работа, которая помогает детям осмыслить ту генеалогичную информацию, которую они собрали. Вот поработаем еще с несколькими слайдами, с текстами презентации. В данном случае, это извлечение с презентации географии моего рода, как вы видите. И там дети, главное, что они делают, они составляют карты миграции предков, но при этом они оформляют эссе. Для оформления эссе, для написания эссе, они собирают материал у малых родинных предков. И в этом эссе они не просто должны собрать материал, а должны осмыслить его, должны поразмышлять о том, каким образом те места, которые называются малыми родинами, сказались, ну, кладят традиции, в конечном счете, на судовых предков разных поколений. Вот если дети останавливаются на этом вопросе, то, естественно, их работы становятся более осмысленными, они, конечно, обретают опыт ценностного отношения к малой родине и к большой родине. Понимают бы лучше контекст, почему в те или иные времена, например, их предки переезжали из одних мест, меняли место жительства, потому что, допустим, тоже, если сейчас люди достаточно мобильные, то, скажем, в начале XX века, или тем более в XIX веке, люди, в общем-то, переезжали по очень серьезным основаниям, но это тоже часть истории семьи. Обратимся к следующему слайду, здесь мы видим извлечение из презентации нашей герои. В рамках этого раздела дети должны были написать биографический очерк. Конечно, предыдущие слайды говорят о том, что есть биографический очерк с точки зрения жанра, а вот в конце, когда мы уже подводим детей к практической работе, мы еще раз обращаем внимание на то, что при написании своего биографического очерка они обязательно должны остановиться на трех аспектах. На том, как история страны сказалась на биографии предка, в каком историческом периоде ему выпало жизнь и какие глобальные события повлияли на его судьбу. Конечно, обратить внимание на стартовые условия семьи, потому что от того, в какой семье родился ребенок, и какие традиции этой семьи он воспринял, и во многом зависит его судьба. И, конечно, очень важное усилие самого человека, любые его качества. Есть люди, которые действительно признаются в семьях настоящими героями, потому что они открыли, например, дорогу к высшему образованию и других представителей рода, или потому что они выбрали профессию, которая потом наследовалась, или, может быть, они совершили такие поступки, которые усилили фамильную честь общую, и поэтому они признаются герой. В любом случае, вот эти три главных фактора регламентируют в определенной степени сознание ребенка, и он центрируется на ценностных аспектах биографии человека. Ну вот, собирая генеалогическое досье, конечно, мы тоже обращаем внимание на ценностные аспекты. Здесь самое главное, что нужно здесь сделать, это собрать и систематизировать документы. Обращаем внимание на то, что дети должны собирать все документы. Вот в этом отношении нужно сказать, что родители иногда не всегда понимают, какие документы являются ценными, а какие не являются. Вот для генеалогии все документы, в которых так или иначе отражаются, даже пусть ничтожные какие-то факты биографии, они все для нас представляют интерес. Они все собираются. Но вот затем потом, когда они систематизируются, здесь очень важно при написании своеобразного такого отчета в эссе в нашем семейном архиве. Важно обратить внимание детей на документы, которые являются краеугольными, которые являются самыми ценными с точки зрения того, как они отражают судьбу человека отдельного и судьбу семьи, края, страны. То есть вот мы такую рамку историческую и ценностную здесь еще раз нашим детям выстраиваем. мне бы хотелось еще обратить внимание, что мы работаем на осмысливание детьми ценностных аспектов на всех этапах. И когда они уже фактически создали свои творческие работы и выходят на этап защиты, а этап защиты у нас проходится в форме стендовой защиты, здесь на уровне подготовки уже к выступлению мы тоже обращаем внимание детей на то, что они в своем выступлении должны показать умение увидеть и правильно объяснить взаимосвязь истории страны и судьбы отдельного человека, судьбы отдельной семьи. Умение показать собственное отношение к тем материалам, которые они собрали. Ну вот и если у нас полностью выдерживается вот эта структура, о которой я говорила, то, конечно, дети выходят очень хорошо подготовленными на этот конкурс, с большим удовольствием, очень ярко, интересно показывают те работы, которые они создавали. Вот я сделала подборку из нескольких фотографий, как по-разному дети представляют свои материалы. Они приносят самое ценное, приглашают родителей обязательно, бабушек и дедушек, младших, родственников. У нас проходит это очень празднично. Многие из ребят, которые имеют какие-то свои национальные костюмы, они показывают и национальную свою идентичность, приходят в национальных костюмах, даже приходят с национальными угощениями, что тоже добавляет какой-то особой праздничной такой ауры на этом мероприятии. Многие ребята показывают, стараются показать семейные традиции и показать, как они восприняли эти семейные традиции, могут их танцевать и спеть нам традиционные песни, которые исполняются в их семейно-родственном окружении. Некоторые ребята показывают преемственность в служении Отечеству, в готовности служения к Отечеству. Вот как в данном случае здесь мы видим на этой фотографии. Мне бы хотелось отметить, что ребята, которые проходят через мероприятие «Конкурс творческих работ трудословный проект», приобретают очень много полезного для своего духовно-нравственного багажа. Во-первых, они осваивают генеалогические практики, во-вторых, они получают большое количество документальных материалов, которые они в состоянии даже в одной работе это и показать, но они все это собирают, поэтому творческие работы, которые ребята делают, они представляют собой очень большие папки. И вот те источники, которые ребята собирают в рамках родословного проекта, становятся фактически базой для дальнейшего более глубокого исследования по истории своей семьи. Очень важно, что дети в процессе этого мероприятия получают опыт от продуктивного общения с разными категориями взрослых людей, со старшими родственниками, специалистами, архивистами, музееведами, потому что генеалогический поиск очень часто ведет архивы, иногда существует дополнительная программа для тех ребят, у которых есть местные корни. Мы выходим на социальные консультации в государственной архиве Волгоградской власти, где нам показывают документы, которые могут содержать генеалогичную информацию по родственникам наших ребят. А кроме того, мы еще можем заказать эксклюзивные эти документы и поработать уже в процессе этих консультаций, получить копии этих документов. Для детей, конечно, это важно, но даже не только для детей, потому что к этой программе у нас по возможности подключаются и старшие родственники, и очень благодарны за то, что у них появляется такая возможность. После этого они сами начинают ходить в архивы, потому что опыт архивного поиска они получают вместе со своими детьми очень часто первый опыт. Естественно, конечно, мы говорим об обыде ценностного отношения к семейно-родовой и отечественной истории и опыт публичного представления, потому что когда человек говорит о своем образе, когда его слушают, когда ему задают дополнительные вопросы, когда он видит, как эти свои генеалогические проекты представляют другие ребята, то он переосмысливает еще раз свой опыт. И это тоже является очень важным этапом в этой работе. Но затем, потом, на следующий год мы опять же приглашаем наших детей в городской конкурс исследовательских работ по генеалогии семейных этапистов, о котором я уже говорила. И кроме этого наши дети представляют свои работы не только на городском конкурсе, но и на разных мероприятиях историко-генеалогического, историко-превеского характера, областного уровня, всероссийского уровня. Вот, например, наши дети традиционно участвуют в таком конкурсе исследовательском, всероссийском, как «Человек в истории России 20-й лет». И достаточно успешно. Вот перед вами сейчас титулные листы достаточно солидных сборников работ исследовательских. в них помещают лучшие работы и работы волгоградских школьников тоже в этих сборниках во всех представленных. Ну вот, мы поговорили об основной модели, на которой мы сейчас тронемся. Вместе с тем, у нас существует еще параллельно реализуемые модели. Это программа, общеобразовательная программа дополнительного образования детей. Самая первая программа, которая была разработана, программа «Мояр», программа «Твояр родословная». Она включает два курса, которые, первый курс реализуется два года, а второй родословный исследователь может реализоваться от одного до трех лет, потому что здесь уже дети работают конкретно по своим персональным темам. Очень интересный опыт у нас «Волгоградские семьи», это программа дополнительного образования «Семья, непридуманные истории», автор Елена Геннадьевна Хрипунова. Она и учитель начальной школы, и учитель истории в среднем звене, старшем звене. Вот она еще свою автор одной программы «Моярдословный проект». Мы составили эту программу для седьмых-восьмых классов совместной, и очень многие разработки, о которых мы говорили во второй модели, они так или иначе включились в эту программу дополнительного образования. И вот с прошлого года у нас реализуется еще одна программа, я думаю, что она достаточно актуальна для педагогов в началке, потому что сейчас в начальной школе по новым федеральным государственным стандартам вводится генеалогическое знание, дети должны составлять трудословно. И вот у нас составлена такая программа. В прошлом году мы ее опробировали, в этом году мы прописываем второй год обучения. Если кто-то заинтересуется, можно будет с этой программой поработать дополнительно. Есть еще одна модель, это программа внеурочной деятельности, опять же, в рамках новых федеральных государственных стандартов это достаточно актуальная такая тема. И я ориентируюсь на это, хотя эта тема интересовала меня давно, я задумывала это учебное пособие давно, это рабочая стратегия по генеалогии, она задумана как трехмодульная, но в настоящий момент вот издан первый модуль начала генеалогии, второй модуль уже существует, практически подготовлен к печати, но пока еще, к сожалению, я не могу его показать. Но под эту рабочую тетрадь я составила программу внеурочной деятельности, составила методические почасовые разработки заметий, и по первому модулю можно вполне уже практически активно работать. Специфика этой программы заключается в проектном ее характере, я ее сама опробировала, и опробировали ряд наших полгоградских педагогов на разных возрастах. Я работала в пятых, седьмых и девятых классах, и исходя из этого опыта, понимая, что для пятых классов, шестых, седьмых классов, конечно, нужно планировать 34 часа на каждой модуле, а вот уже для ребят постарше, восьмых, девятых классов, можно укладываться в 17 часов, дети активно и с интересом эту программу осваивают. Если говорить о характере заданий, которые включены в эту рабочую тетрадь, то они тоже связаны с проектными технологиями, потому что дети в процессе выполнения заданий по этой рабочей тетради, они фактически тоже выполняют определенный проект по начальному собиранию своего генеалогического древа. Они создают так называемое говорящее древо, то есть наполненное историко-генеалогической информацией, опять же занимаются картой миграции предков и создают ряд творческих работ. Мне бы хотелось в целом обратить внимание на то, что все модели, которые были представлены, они держатся на педагогических ситуациях на основе семейно-родовой истории. Я хотела бы немножко остановиться на этом вопросе, потому что времени не так уже у нас много. Я хотела бы сказать, что технологии это хорошо, электронные презентации хорошо, учебники это хорошо, но здесь очень важна роль педагога, как он этот материал подает, как он эту информацию осмысливает сам и как он ее подает детям, как он ее предлагает для обсуждения. И я для себя выделила, что педагогические ситуации, которые органично могут использоваться в педагогическом процессе, именно основанной на семейно-родовой истории, можно разделить на четыре части. на начальной стадии, когда дети только включаются в семейно-родовой поиск, у них, как правило, редко бывают какие-то такие моменты, на которые можно опереться, хотя это тоже и бывает. Но главным образом педагог может опереться на семейно-родовые сюжеты из художественных произведений, опираться на высказывания авторитетных людей и на собственный генеалогический опыт. А вот уже когда ребенок входит в систему исследовательскую, то здесь у него появляются факты, артефакты, и вот здесь главным из истории собственного рода. И в данном случае, конечно, здесь педагог должен быть чувствительным к тому, чтобы быть готовым обсуждать вот эти самые факты, материалы, которые собирают ребенок. Вообще, из своего опыта я хочу сказать, что дети с большим удовольствием увлекаются, вот вовлекаются в разговоры и с удовольствием рассказывают о своей генеалогических находках, с удовольствием обсуждают вот те находки, которые они сделали. Здесь педагогу очень важно вывести разговор с ребенком на тему благодарности предкам за жизнь, остановиться на таких аспектах сочувствия со страдания к судебным предкам, потому что обязательно эти темы всплывают. конечно, поговорить о тех фактах и артефактах, которые свидетельствуют о каких-то героических поступках предков. Для того, чтобы вывести детей на исторический контекст, конечно, необходимо обращать внимание на неразрывность связи отдельного человека, семьи, рода или история города, края, страны. Все это, конечно, очень важно перевести в плоскость самопознания и самостановления, говорить о том, как вот эти самые новые знания изменяют ход мыслей ребенка, как можно руководствоваться тем новым знанием, которое они получают, как это на практике действует, мы можем рассмотреть на примерах нескольких ситуаций. Вот, например, на примере высказывания авторитетного человека. Мы опираемся на высказывания известного социолога Олега Башкова, который занимается проблемами использования генеалогии в социологии. Вот он говорит, что сравнивает людей, что одни похожи на щепки, а другие на рыбу, которые ищут, где глубже. Рыба, в отличие от щепок, в некоторых ситуациях использует течение и могут даже быть против них. Вот детям можно предложить порассуждать на тему, а как вы оцениваете стратегии жизни ваших предков с точки зрения вот этой самой метафоры. Есть ли у вас свои метафоры? Может быть, вы не согласны? Может быть, есть какой-то третий путь? Не щепка и не рыба, а может быть, что-то другое? Вообще, вот этот вопрос дополнительный, он очень продуктивный. И продуктивный следующий вопрос. А как вы оцениваете свою стратегию? Вас можно назвать щепкой? Вас, может быть, можно назвать рыбой? Дети достаточно интересно рассуждают на эту тему. Мне больше всего понравился образ, который один ребенок сказал, нет, я, пожалуй, капитан корабля. Ну, в общем-то, это говорит, конечно, о позиции, в соответствии степени, может быть, не вполне еще подкрепленной основательно, но, тем не менее, все равно посыл этот очень важный, быть хозяином своей судьбы. И генеалогическое знание, оно как раз нас нацелит во вслед причем рассуждения об этом. Можно обратить внимание еще на художественную литературу. В частности, вот я привожу такой еще пример. Писатель Дмитрий Каравин в своем романе «В поисках утраченных предков», занимается архивным поиском, и вот, наконец, он находит личное дело, но он совершенно обескуражен тем, что, оказывается, это личное дело по обвинению его деда в шпионаже. И вот он такой текст приводится в этом романе. «Меня не покидало ощущение, что со вчерашнего вечера в архиве всем хорошо известно, утром придет потом к шпиона смотреть дело своего предка. Поднялся по лестнице, предъявил на лиционеру пропуск, он сдержанно кивнул, проходите, стараясь шагать не шумно, прошел читальный зал». Когда я засчитывала детям этот аттрек, я предлагала им определиться, понимают они состояние героя и приходилось ли им самим сталкиваться с похожей ситуацией. На самом деле это действительно очень важный такой аспект негативных фактов, которые вскрываются в процессе генеалогического поиска, как в данном случае герой. Он обескуражен тем, что кто-то из его предков был шпионом. Для него это, в общем-то, открытие, такое уничтожающее, можно сказать. И вот к такому раскладу тоже нужно быть готовым, потому что, к сожалению, негативная ситуация случается. И вот здесь как раз нужно говорить о том, что каждый человек ответственен перед своими предками и потомками за свою собственную жизнь, потому что следующее поколение, оно будет базироваться на том фундаменте, который заложен предками. Очень важно знать каждому человеку не только героические страницы истории своей семьи, но и осмысливать их. Другое дело, что, может быть, не нужно включать эти сюжеты в публичные, допустим, презентации семейно-родовой истории, но знать эти сюжеты безусловно нужно. И в этом тоже заключается один из аспектов осмысливания, ценностного осмысливания семейно-родовой истории. Ну вот можно привести еще очень интересный такой пример из опыта самого педагога. В свое время, это вот как раз из моего опыта, меня эта ситуация очень поразила, даже тогда, когда я не занималась учебной дословлением, вот, пришла молодая учительница в школу, у нее было очень необычное имя, у меня директор предложил ей называться русским именем общества, она решительно отказалась. Вот сначала я не думала, потому что это общая практика, и вроде как это даже и принято, но она сказала, что дети привыкнут, а я вот себе не могу простить. И когда она объяснила, что она себе не может простить, вот как раз вот это можно детям предложить по размышлям. Вот как правило, дети говорят, ну ей, наверное, нравилось это имя, не отчество, ну, наверное, нравилось, но на самом деле ее ответ гораздо глубже. А она на самом деле не хотела таким образом отрекаться от имени, которое дали ей родители, поэтому она расценивала это как ценность, она, это было, в этом проявлялось уважение к родительскому выбору с одной стороны, но самое главное, она сказала, что если я назовусь другим отчеством, я фактически отрекусь от своего отца. Это вот проявление такое ценностное отношение к родителям, к преемственности родительской, детско-родительской, она, конечно, очень важна. и считаю, что очень интересное в этом отношении пример. Ну, конечно, можно говорить очень много о ситуациях, которые возникают, эти ситуации, конечно, уникальны, когда ребенок составляет свою собственную родословную диск, но нужно быть, конечно, очень внимательным, очень чувствительным. Для педагога очень важна еще и диагностика. Конечно, насколько эффективна та система, которая предлагается. В нашей практике существует вот три основных направления. Это наблюдение, это текст работы подвергается такой вот диагностике с точки зрения того, что дети выделяют главное в своих работах. И мы проводим специальные тематические анкетирования, которые мы составляем, исходя из нашей структурной схемы семейно-родовой истории как ценности. И при составлении анкеты мы как раз им формулируем задания, вопросы и задания анкеты таким образом, чтобы дети могли сформулировать понятия, растолковать отдельные выражения или выбрать созвучные для них предложения. Я бы хотела сказать, что все это сводится в единую такую таблицу. Может быть, для того, чтобы говорить о ней, нужно еще дополнить немного времени. Я смотрю, что у нас ее не так много. Я бы хотела сказать, что сводная таблица составляется по компонентам и по уровням. Если, например, ребенок показывает результаты и опираясь в своих ответах на примеры из смежных поколений, мы расцениваем это как бипокалимический уровень. Он, как правило, на нижнем этапе представлен ориентационно, а на более высоком втором уровне фамилия. И если ребенок, допустим, уже оперирует фактами, связанными с местными и даже отдаленным поколениями, допустим, включаются примеры третьим, четвертым, пятым, и так далее, поколения, то в этом случае, конечно, у ребенка появляется больше исторический горизонт. Это свидетельствует уже о том, что он осмысливает семейно-родовую условию на семейно-родовом уровне, видит взаимосвязь глубже с историей страны и переходит уже, можно говорить, о переходе на гражданско-патриотический уровень, то есть на формирование семейно-родовой идентичности и гражданской идентичности с достаточно глубокими, такими уже с формированными патриотическими чувствами. Я здесь приготовила небольшое такое извлечение из диагностической аркеты задания на формулирование понятий. Вот если я очень коротко об этом скажу, потом мы перейдем к ответам уже. детям предлагается дать определение родственных уз, родового опыта таких понятий, они уже обобщены эти понятия. И здесь, как вы видите, наверное, главным образом можно снять такое вот когнитивное понятие, когнитивный аспект понятия, как дети понимают основные генеалогические понятия, как они это формулируют, правильно и неправильно, какие аспекты они закрабливают. Но иногда бывает так, что детям даже вот здесь не предусматривается какого-то отношенческого своего позадания целостного отношения выразить, а они это все-таки делают. То есть мы можем уже свидетельствовать даже вот по этому заданию о том, что ребенок выходит сам на то, что он желает говорить, не просто давать понятие, а он хочет выразить именно ценностное свое отношение к вот этим самым планете, потому что это знание генеалогическое стало для него важным, стало для него особо значимым. Вот я бы на этом основную часть хотела бы завершить и, наверное, уже перейти к вопросам. Я вот сейчас переключу на последнем слайде контакты предоставлены. Если у вас будет желание более глубоко что-то еще каким-то вопросом обратиться, я с удовольствием вам отвечу. Так, вот я хотела бы перейти к вопросам. На настоящий момент что-то у меня почему-то почему-то может быть мне попросить техническую поддержку, потому что у меня почему-то не открываются вопросы. Хотя один вопрос я все-таки вижу. Ирина Михайлович задает вопрос, насколько легко удается вам собрать группу и как относятся родители к занятиям в вашем коллективе. Не говорят время зря тратят, пусть к урокам готовятся. Вот прозвучал такой вопрос. На самом деле это действительно сложно и есть категория родителей, которые не поддерживают детей. Чаще всего это бывает связано с какими-то конфликтами внутри семьи или между представителями отдельных ветвей рода, и поэтому они не хотят предоставлять детям сведения по истории семьи, потому что не хотят их посвящать в конфликт. Вот в этом случае, конечно, мы не можем очень часто преодолеть это, хотя иногда не удается. Если ребенок уже, например, заинтересовался, у меня были случаи, когда я обращалась к родителям, позвонила сама, приглашала на встречу для того, чтобы рассказать более подробно о том, как мы будем работать. И мы договаривались о том, что если есть какие-то болевые точки, чтобы это не затратилось. Но некоторые болевые точки я, например, и сама вижу, если я, например, понимаю, что ребенок из неполной семьи, то мы изначально сразу говорили, что мы будем заниматься материнской ветви, если только ребенок не пожелает сказать мне, что нет, он с папой все-таки общается, что он с бабушкой по отцовской видне общается, у него все есть, может заниматься и отцовской видне. Но этот вопрос очень тонкий, поэтому вопрос с родителями каждый раз решается персонально. Иногда действительно не удается. Если родители в состоянии такого активного конфликта, это становится уже, к сожалению, невозможным. Но я считаю, что это ухудшение родителей, и тут уже, к сожалению, не все удается сделать. Но наша программа дополнительная, поэтому у нас, конечно, нет обязательного, поэтому мы работаем с теми, кто к нам приходит, с теми, кто хочет работать в этом направлении. А что касается группы, то группу, конечно, набрать достаточно сложно, и поэтому у нас сложилась такая система базовых школ. Я, например, активно работаю на базе 93-й школы. Там есть заинтересованные учителя, они дают мне возможность выходить на родительские собрания, они всячески меня поддерживают, они являются модераторами этого направления. И вот когда мы работаем в связке с учителем, которому доверяют родители, потому что я все-таки прихаза, педагог дополнительного образования со стороны, я человек новый, и поэтому, конечно, здесь мне очень важна поддержка учителя. Ну, собирается группа, сначала большая, потом, естественно, образом, конечно, кто-то и уходит по разным причинам, но, тем не менее, все-таки вот программа реализуется. Но я бы хотела сказать, что я вижу перспективу развития нашего направления в индивидуальных проектах, потому что любая история семьи, она начинает, мы начинаем ее изучать по стандартной схеме, но более глубоко мы, конечно, всегда изучаем очень персонально, очень индивидуально, и, конечно, ребенку требуется уже индивидуальный маршрут. Я считаю, что вот это самое есть, самое перспективное. Вот еще один вопрос поступил, на какой возраст детей рассчитано на нашу программу. Ну, в самом начале я немножко говорила об этом, что это подростковый возраст, главным образом мы работаем с ребятами, начиная с 5-го по 11-й класс. Вот я предпочитаю, сама я очень люблю работать со старшеклассниками, этот возраст мне очень нравится, мне интересно, как историку, то, что у этих ребят более широкий исторический горизонт, но, с другой стороны, более младшие дети, они эмоционально более отзывчивы, и поэтому здесь тоже есть свои преимущества. Вот у нас есть программа, которая нацелена на начальную школу, но вот сама в начальной школе я не работаю, потому что я учитель истории по основной специальности, и вот методику начальной школы я не очень хорошо знаю, вот, я, конечно, с генеалогической точки зрения помогала парень Робертон и Степанкиной подготовить программу по генеалогу, но, тем не менее, это учитель начальной школы делает и реализует программу, именно он. А что касается вот основной модели, которую мы охарактеризовываем, это, конечно, для ребят 5-11 класса. Поступил еще один вопрос, как как мы обучаем педагогов. Вот в рамках второй модели, которую я представляла, которая идет через реализацию конкурса, городского конкурса творческих работ по генеалогу и вернооснованный проект, обучение фактически идет через наши консультации. Там мы в системе говорим о том, что мы проходим вот этот консультационный момент, что с самого начала фактически эти электронные презентации нам дают возможность учителя обучить методики генеалогического кольска и методики работы по семейно-родовой истории с подростком. Конечно же, возникают у новичков, педагогов, которые впервые приходят в эту программу, возникают отдельные вопросы и, конечно, на индивидуальных консультациях мы эти пробелы восполняем. Но вот в настоящий момент это реализуется таким образом. А вот несколько лет назад, начиная в 90-е годы, в начале 2000-х годов, у нас существовали совместные программы с тогда Институтом повышения квалификации в рамках кафедры гуманитарного образования. Мы как раз проводили специальные курсы, обучающие для педагогов по разным направлениям кривидия. Там было и генеалогическое кривидие. То есть программы такие существовали. Но сейчас мы готовим педагогов через подготовку их детей к городским мероприятиям. Это тоже очень хороший путь. Индивидуальные консультации, конечно. Вот такой вопрос Ирина Михайлович задает. Не пробовали ли с учителями истории со школы совместно работать? Конечно, есть такой опыт. Просто в рамках одного вебинара достаточно сложно это показать. Но отчасти я даже может быть это показала, потому что когда мы говорили о первой модели познавательной, которая ориентировалась на познавательные интересы, на игровые технологии, я вот как раз об этом опыте и говорила, что стартовые мероприятия они всегда проходят на базу в школу и через заинтересованных учителей истории. Например, у нас очень хороший опыт сложился с учителями истории 93-й школы. Анна Алексеевна Костина. Я очень благодарна за поддержку нашей программы Елену Геннадьевну Крепунову. Это учителя, которые активно очень поддерживают. Ну и в ряде других школ. Опираемся, допустим, активно в нашей программе принимал участие Карюкина Наталья Александровна, очень известный педагог-историк в нашем городе. Представляется очень успешный педагог. Постепил еще один вопрос. Где почитать про опыт найти методические разработки? Я бы хотела сказать, что я часть методических разработок в рамках этого вебинара поместила на ресурсы. Можно их скачать. игры «Слово о роде». Развешите познакомиться. Там же я поместила список публикаций своих и список авторских сборников. Вы можете тоже обратиться к этому опыту. Если, допустим, вы хотите поработать по рабочей тетради, то ее можно приобрести у меня. Вы можете написать на мой электронный адрес, и я могу предоставить вам возможность приобрести эту рабочую тетрадь, а программу я могу вам переслать по вашему электронному адресу. не знаю, на все ли я вопросы успела ответить. Я вроде бы я ответила на вопросы, которые поступили. Может быть, если будут еще какие-то вопросы, я готова ответить, хотя, как мне кажется, время наше на исходе. Я хотела бы поблагодарить всех, кто меня сегодня слушал, кто задавал вопросы. Если у вас возникнет желание продолжить общение со мной, я с удовольствием окажу вам всяческую помощь. Я видела здесь тоже обратился педагог, который мне написал, я обязательно напишу личное письмо, и вышли материалы, которые вы меня попросите. Наверное, после этого вебинара ваш запрос будет более, может быть, конкретно. я обязуюсь ответить на вопросы и помочь всяческой. Спасибо вам большое, всего вам доброго, профессиональных успехов и вообще удачи. Всего доброго, до свидания. Уважаемые коллеги, предлагаем вам информацию о дополнительных возможностях, которые предоставляет для вас Международная Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки Академия Профобор. Подробно о них вы сможете узнать на сайте iafsu.ru Вы сможете получить сертификат участника вебинара или конференции, вы можете посмотреть различные вебинары, вы можете принять участие в научно-практических конференциях, в том числе и прошедших, которые можно будет посмотреть в записи. Вы можете пройти различные программы профессиональной переподготовки, повышение квалификации или принять участие в конкурсах профессионального мастерства. Для того, чтобы получить сертификат участника вебинара, необходимо перейти на сайте на вкладку вебинары. Далее кликнуть на кнопку участия с сертификатом, заказать его. Сертификат придет вам в течение часа, если вебинар уже прошел. Если вебинар еще только предстоит, то сертификат придет на следующий день после его проведения. Сертификат вы получите PDF-файлом в электронном виде на свою электронную почту. вы сможете бесплатно посетить вебинары нашей Академии, если зарегистрируетесь до проведения вебинара или во время проведения вебинара. Для этого также на вкладке вебинары необходимо кликнуть на кнопку бесплатное участие и пройти регистрацию. Приглашаем вас для участия в наших конференциях. Научно-практические сетевые конференции в онлайн режиме проходят у нас практически каждый месяц. Тематика конференций разнообразна. Вы можете посмотреть прошедшие конференции или принять участие в конференциях, которые только намечаются. В любом случае вы можете получить сертификат участника конференции, материалы спикеров, а также их презентации. Совместно с Волгоградским филиалом Образовательно-автономной некоммерческой организации высшего образования Международный Славянский институт наша академия проводит профессиональную переподготовку. Количество и номенклатура программ постоянно обновляется. Заходите на сайт, выбирайте для себя подходящую для вас. Если вы затрудняетесь с выбором с сайта, можно проконсультироваться с нашими специалистами. Мы всегда вам также можно пройти повышение квалификации по различным программам, различной направленности и различным категориям педагогов. При этом возможно проведение программы повышения квалификации по заявке образовательной организации при наборе группы в 15 человек. Программы 36 часов и 20 человек программы 72 часа. Консультации по телефону 8 844 2 60 17 19 добавочный 202 Проказова Ольга Геннадьевна. Либо можете проконсультироваться с нашего сайта eafsu.ru И беспрецедентный проект нашей академии это бесплатная дистанционная методическая поддержка ваших мероприятий. Она включает в себя подбор готовых вебинаров и открытие записи для их бесплатного просмотра в вашем методическом семинаре. Мы можем подобрать вам цикл вебинаров для самообразования педагогов. Если в наших вебинарах такой темы которая нужна именно вам нет то мы сами организуем и проведем мастер-класс в форме вебинара по согласованной с вами теме. Но заявки принимаются только от администрации образовательных организаций. Причем для тех кто закажет такую бесплатную услугу есть еще масса льгот по другим услугам нашей академии. Пожалуйста приходите на наш сайт и afsu.ru пишите можете звонить по нашему бесплатному телефону 8 800 700 17 9 300 20